О, вы определённо не первые, кто говорит мне, что это дерьмо настолько же хорошо, как нарезанный хлеб. И не последний. Мы закладываем фундамент нового экономического порядка. Хотите сказать, что когда-нибудь я смогу обменять некоторые из этих биткоинов на миллионы наличных денег? О, мой друг. Я пытаюсь сказать вам, что когда вы будете готовы, вам не придётся этого делать. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Я уже не раз говорил, что разделяю свои активы на две части. Одну я называю рабочей, а другую инвестиционной. Я не уверен, что такие понятия вообще существуют, потому что я их придумал сам. В любом случае, рабочая часть активов это та, которой я играюсь. То есть продаю, покупаю. Это то, что называется торговля, хотя я себя не считаю трейдером. Инвестиционная часть это активы, которые я вообще не трогаю. И буду держать их, наверное, бесконечно. Тем не менее, сегодня я хочу рассказать вам о торговой стратегии одного популярного криптоблогера, у которого уже почти 100 тысяч подписчиков на ютубе. Как и когда выходить из биткоина? Это, пожалуй, самый популярный вопрос после того, когда покупать биткоин. И многие люди его задают. Ведь каждый из нас хочет зафиксировать прибыль и при этом не упустить возможность заработать ещё. Поэтому я думаю, вам будет интересно послушать, как это делают опытные трейдеры. Ведь если мы хотим стать миллионерами, мы должны общаться с миллионерами. А если мы хотим научиться трейдить, то должны общаться с трейдерами, которые умеют торговать. Конечно же, навряд ли какие-то там миллионеры и опытные трейдеры захотят с нами общаться, но мы можем читать книги миллионеров и смотреть видео успешных трейдеров. Давайте сделаем это. Послушаем, что говорит Саня. Хорошо, теперь давайте поговорим о, пожалуй, самой интересной теме сегодняшнего видео. И это моя стратегия выхода. Причина, по которой я решил рассказать вам об этом, заключается в том, что некоторые люди начали спрашивать меня в комментариях, Саня, а у тебя есть своя стратегия выхода? На данный момент мы даже не приблизились к 9 тысячам долларов, чтобы думать о стратегии выхода. Но лично я считаю, что на моём счету всегда должно быть больше 21 биткоина. Я имею в виду, что я продам какую-то часть из них, если цена вдруг параболически поднимется до 100 тысяч или 200 тысяч долларов. Да, конечно, я продам часть, но я никогда не решусь продать все свои биткоины. Очевидно, в какой-то момент я собираюсь зафиксировать прибыль, потому что я не хочу пострадать от всего того, что происходило на протяжении последнего медвежьего рынка. Так что в следующий раз я обналичу немного больше, чем в прошлый. Но то, что я точно собираюсь сделать, это усредняться по доллару. Так же, как я и закупался, усредняясь по доллару, я буду и продаваться, усредняясь по доллару. Ребята, речь идёт о так называемой лесенке. Покупке лесенкой и продаже лесенкой. Скажем, например, биткоин достиг новых рекордных максимумов на уровне выше 20 тысяч долларов, где-то в 2019 или 2020 году. Тогда я начну продавать вот здесь. Может быть, я продам один биткоин прямо здесь, если цена будет расти. Я продам больше биткоинов здесь, если цена будет расти ещё быстрее. Я продам побольше биткоинов здесь, если цена начнёт падать не слишком быстро. После чего буду продавать больше с каждым разом, как цена будет падать здесь и здесь. Может быть, в какой-то момент, когда у меня будет достаточно фиата, но у меня всё ещё будет 21 биткоин, я перестану продавать вообще. Так я себе это представляю. Но я не планирую это в точности. Я имею в виду, конечно, если биткоин будет стоить 100 тысяч долларов, то, скорее всего, к этому моменту я буду продавать по крайней мере 10 биткоинов. Ну или только захочу продать 10 биткоинов. Но то, что я продам, это точно. Но я никогда не продам такое количество монет, чтобы после продажи у меня осталось менее 21 биткоина. Именно столько биткоинов я всегда хочу иметь. Так что вот такая у меня стратегия выхода из биткоина. Но она точно не звучит следующим образом. «Ладно, если биткоин будет стоить 500 тысяч долларов, то я продам их все». Нет. Я полностью верю в биткоин. И биткоин для меня это не просто финансовая выгода. Да, конечно, это приятно, что благодаря биткоину можно заработать, но я больше верю в биткоин как в технологию, которая развивается, а не в количество долларовых циферок у себя на балансе. Всё дело в вере в биткоин. Всё больше людей вовлекаются в это, и это почти так же хорошо для меня, как и финансовая выгода. Друзья, лучше не скажешь. В последнее время и я поймал себя на странной мысли. Пересматривая свои старые видео, я понял, что будя человеком со стороны, впервые увидевшим этот контент, у меня появилось бы безумное желание купить пару биткоинов. На самом деле, я никогда не преследовал цели заставлять людей покупать криптовалюту, ведь это достаточно рискованное предприятие. И я знаю на своей шкуре, что такое терять кровь на заработанные деньги, особенно если они последние. Но если за все эти полтора года, что я веду свой канал, я внёс хотя бы минимальный вклад в популяризацию идей криптовалютной индустрии, значит я уже не зря всё это делал. И скажу вам искренне, я горжусь этим. Горжусь тем, что участвую в криптовалютной революции. Можно сказать, что нахожусь у её истоков, хотя и не являюсь её лидером. И я уверен, что и вы чувствуете то же самое. Но меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, зарабатывайте и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!